добрый день дорогие друзья сделаем сегодня небольшой краткий обзор напоминаю что у нас есть средства по уходу есть классное удобрение есть стимуляторы адаптогены укоренители удобрения подкормки также у нас есть средства от вредителей средства защиты для растений и так далее стоят ваши растения готовятся на упаковку показываю везде грунт влажный то есть растение с влажным грунтом не мокрый но влажный вот обратите внимание что у всех грунт влажный сухого грунта нет ни на одном растении вот специально показываю то есть это уже готовится на упаковку очень много сегодня уехала то же самое будет соответственно грунт видите у всех растений абсолютно всех у каждого влажный это я к тому что растения сейчас летний период хотя у нас могу вам сказать что у нас достаточно прохладно и влажно-сыро но тем не менее мы поливаем и в летний период мы сухими растениями отправляем могу сказать точной с уверенностью почему потому что во многих регионах сейчас стоит жара мы не знаем куда едут посылки посылки мы ехать и 9 дней и больше и так далее соответственно должна быть сохранена влажность поэтому еще раз говорю о том что мы отправляем растения увлажненные не сырые не мокрые но и не сухие потому что наша задача основная заключается в том чтобы растения которые вы приобрели у нас радовали вас чтобы они приносили вам радость соответственно наша задача чтобы они доехали в самом лучшем виде но еще раз повторяю говорю дорогие уважаемые друзья господа подписчики и так далее наши уважаемые покупатели мы не несем гарантии за сохранность растений в каком виде она приедет потому что это живые абсолютно живые организмы приехали к нам из новой поставки эврика pink один и тот же грунт один тот же питомник одни и те же растения вот два три вот если обратите внимание три вот лысых то есть сразу сразу получилось что вот сухарик специально ставила не убирала грунт вот мы естественно полили все одинаково вот вот влажный а вот они сухие как я не знаю что 22 конкретно вот растения они просто лысые и сухие понимаете это говорит о чем это говорит о том что все растения разные вот еще там вот третье он тоже видите покидал листву это говорит о том что растения абсолютно все разные они по-разному просыхает просыхает по-разному грунт это ехала не в упаковке это ехала вот грубо говоря не в коробке а в тележках и вот пожалуйста вам результат нельзя гарантировать как приедет растение естественно кому нам предъявлять на нем никому предъявлять и это для нас риски наши риски на которые мы ответственность берем на себя поэтому причина опять же причем опять причина в чем почему растение именно в таком виде потому что хорошо работает корневая плюс просыхает больше потребляется влаги растение больше потребляет влаги соответственно не хватает ему хорошо развитой корневое требуется больше внимания, больше подкормки и так далее. И если растение это не получает, оно стрессует, оно скидывает лист. Вот, пожалуйста, результат. Но это не значит, что это мертвое растение, нездоровое и так далее. Да, вот буквально еще пару дней, и я больше чем уверена, что до конца они скинут лист, то есть это будут лысые растения. Но это не значит, что они мертвые, это не значит. Да, мы тоже покупали их здоровыми, мы тоже, хотя мы их вообще даже в глаза не видели. Просто покупали кота в мешке. Поэтому гарантировать качественную доставку мы не можем, потому что мы ни цари, ни боги. Это ответственность, которую вы берете на себя. Готовы ли вы к этому или нет. И больше мы на эту тему говорить не будем. Быстренько вам покажу растения, которые у нас есть в наличии. Много что уже разъехалось, раскупилось. И в ближайшее время мы привезем еще и будем привозить будем привозить растения разные. Значит, что касается того, что по питомникам. Многие задают вопрос, из каких питомников наши растения. Наш брокер настоятельно рекомендует и нам не озвучивает, откуда закупаются растения. Да, мы знаем, что это 100% Италия. Мы это знаем, что 100% это итальянские питомники. Откуда эти растения, мы не знаем и знать не хотим. Конкретно, какой это питомник. Почему? Потому что растения все санкционные. И подставлять кого-либо мы не собираемся и не будем. Поэтому, простите, но мы не знаем, что за питомники. Вот, есть у нас растения классные, хорошие, замечательные, крутые, по крутым классным ценам. И слава Богу, и спасибо большое, что они у нас есть. Это самые такие информационные вопросы, которые я вам сказала, озвучила. Ну и продолжаю, что посылки отправляются у нас каждый день, все в порядке, без перебоев, все четко, работа ведется, все хорошо, все отлично, все прекрасно, чего, собственно, и вам, дорогие друзья, желаем. желаем вам радости, благости, добра и всего самого лучшего. А все остальное вы прочитали и видите в наших новостях и в наших информационных блоках. И я расскажу вам постепенно, потихонечку, что у нас в наличии. Итак, лимон оранчо, это лимон оранжевый, 18-й горшок, значит, все итальянские растения, вот я просто называть не буду, вы должны понимать, что они привиты на валкамериану. Растения из цитрины, я их вам обозначу, что они привиты на летящего дракона, это я отдельно вам скажу. Все остальное это валкамериана, это лимон. по двое разных лет, где-то вот, опять же, смотрим, исходя из возраста, то есть растение в 20-м горшке это примерно по двое 4-5-6 лет. 18-й горшок это где-то на 3-4, тоже иногда бывает и пятилетки, поэтому все примерно одинаковое. Опять же, смотрим по толщине ствола и будет понятно. Значит, оранжевый лимон, оранжевая мякоть, оранжевая тонкая кожура это не мейера, не надо путать, это просто другой, абсолютно другой сорт. Представлены они у нас в 19-й горшках, коричневые горшки, сейчас я вам как раз их показываю, и рядом стоят загоробьянка в белых горшках, вот посмотрите, обратите внимание, это фактически 20-й горшок, чтобы вы понимали, но цена у них просто баснословно низкая, классная, как я говорю, вкусная и аппетитная, поэтому все желающие присоединяйтесь, пока есть выбор, есть из чего выбрать. Загоробьянка в белых горшках осталось 4 экземпляра, потрясающе вкусные, классные сорта, отличается этот сорт тем, что у него цветение белыми цветами, плоды вкусные, кислоароматные, ну, средней толщины шкуры, сорт ремонтантный, цветет и плодоносит круглый год, все лимоны неприхотливы, все лимоны, которые у нас представлены, неприхотливы, поэтому мы их с удовольствием рекомендуем и все с удовольствием вам показываем. так, сейчас покажу вам лимон оранжевый с другой стороны и лимон за горшкой соответственно. И вот в зеленых горшках вы видите, наблюдаете, три экземпляра, сейчас отойду подальше, три экземпляра, это лимон оранжевый в шестнадцатом горшке. Вот, показываем со всех сторон. Еще раз говорю о том, что, дорогие друзья, сейчас не сезон, сейчас у нас лето, сейчас не сезон плодоношения в плане того, что зрелых плодов. И обратите внимание, да, есть цитрусы, которые с завидями, цветущие, либо вот в бутонах и так далее. То есть, это сейчас тот самый период, когда растения набирают силу и начинают цвести. Вот, опять же, чтобы вы могли разглядеть, это оранжевый, лимон оранжевый показывает, в шестнадцатом горшке это зеленые горшки, в восемнадцатом это коричневые горшки. Не все цветут, но у них сейчас период, когда они сейчас цветут, зацветают и завязывают плоды. И, опять же, это говорит о том, что, значит, растения без всяких каких-либо напичканных гормонов и так далее. Поэтому, когда пишут и говорят про напичканные гормоны, вот, пожалуйста, без гормонов абсолютно чистые продукты выращивания. Это у нас лимон и оранжевый. Ну и поскольку я здесь рядом стою, я вам показываю гранаты. гранат вандерфул это известный итальянский сорт крупноплодного сладкого вкусного граната. Вот там, по-моему, они завязываются. Иногда они приезжают вот желтые, потому что там у них жарка, и они впоследствии покидают лист. Но, тем не менее, потом образуется зеленый лист. Вот там, вот на том экземпляре, на втором экземпляре, там был бутон. То есть это уже взрослое растение, которое абсолютно готово к цветению и плодоношению. То есть не требуется времени для того, чтобы это растение плодоносило. Растения все взрослые, обратите внимание, потому как у них достаточно твердые, толстые стволы, штамбы. То есть это взрослое растение. И вот, пожалуйста, на штамбе это гранат нано. То есть нужно учитывать, что все гранаты листопадные, это нормальное явление, когда падают листья. Пугаться этого не стоит, они тут же начинают обрастать. Они прекрасно, замечательно цветут и завязывают плоды. Плоды у них будут небольшие. Значит, вот смотрите, в белых горшках, которые на высоком штамбе, они по 3,700 цена. Розница, вы видите, на горшке. По купону я называю вам цены по купону. 3,700 это вот эти газампляры и 3,000 вот такой бонсайный вариант. Цены шикарные, растения прекрасные. Это у нас гранаты. Дальше, ниже представлены лимоны капучо. Лимоны капучо в 18-м горшке. Еще раз вот вам показываю, что обращаю ваше внимание, что растения в 18-м горшке тоже самые, такие же абсолютно, как и в 20-х. Ну, может быть, слегка, чуть поменьше, но тем не менее, они большие и цена на них очень-очень прекрасная. С учетом нашего купона, которым вы можете воспользоваться. Вот капучо в 20-м горшке. Экземпляры шикарные, просто наешикарнейшие, все с завязями, посмотрите, это 20-й горшок, они все классные. Чем замечательный лимон капучо? Описание этого лимона, как правило, нигде не найти, но мы пробовали плоды, мы уже не первый год привозим этот лимон, мы знаем, у нас есть фотографии, фотографии, которые представлены, везде, это фотографии наши, наших плодов, и нашей дегустации. Плоды у них кислые, слегка, то есть не сильно кислые, очень ароматные, достаточно тонкошкурые, разные формы бывают на одном растении, и перченая, и округлая, и овальная, и какой только не бывает формы, и маленькие, больших размеров, и без косточек. Вкусный, ароматный, классный сорт. Причем поспевание у капучо происходит гораздо быстрее, чем у других сортов. Вот 18-й горшок я вам показываю. То есть обратите внимание, что абсолютно, абсолютно большие взрослые растения. То есть у нас можно приобрести 18-й горшок соизмерим с 20-м. Вот вам еще раз показываю. Вот смотрите, в сером горшке 20-й горшок, коричневый сетрядом 18-й горшок, абсолютно одинакового размера. Это у нас лимон и капучево. И два экземпляра осталось в 16-м горшке. Тоже рекомендую всем желающим, и они даже, по-моему, вот с завязями где-то я видела. Да, вот маленькие завязи есть. И вот они, здесь маленькие завязи. Вот такие вот классные экземпляры в наличии. Поэтому очень-очень всем рекомендуем, кто хочет приобрести этот замечательный, крутой, классный, вкусный лимон. Лимоны все крутые, лимоны все классные, пышные, хорошие. Без каких-либо дефектов, изъянов и браков. Все прекрасно с корневыми шейками, очень прекрасно с кроной. Отличные, замечательные растения. Сразу расскажу здесь, поскольку я здесь стою. Значит, осталось личи, мы выставляли номер 3, номер 6 и номер 7 в наличии. Ролик есть отдельно про них. Цена на них по купону 6500 растения. Классные, цветущие, рекомендуем. Джамбоза одна осталась, тоже по скидке. Два арбутуса великолепных, классных, земляничных дерева. Пышные, зеленые, шикарные, просто супер классные. По купону 3 800, две штуки осталось. Дальше папайя, папайя, карликовая, крутая, классная, это папайя сви и Алисия. Карликовые, вкусные, сладкие сорта. Агротехника у них простая, их нельзя заливать. Они любят тепло и много-много света. В общем-то, носятся на подкормки. Не капризные, не требовательные и очень-очень классные. Дальше, поскольку я здесь уже стояла, вам показывала, замечательные, классные экземпляры лимон Эврика Пинк. На заднем плане, вы видите, в черных горшках, это 20-й горшок. Вот стоит коричневый, 20-й одного размера. Я опять же возвращаюсь к тому, что если вы хотите приобрести взрослые растения, то цена по купону на 14-й горшок 4 тысячи дешевле, ниже вы нигде не найдете, это я могу точно сказать, потому что наш аналитик промониторил весь рынок в России и у нас цены реально самые низкие на такие, конкретно такие взрослые растения из европейских питомников. И так, дальше вы видите на заднем плане, я вам сейчас покажу с другой стороны, 20-й горшок, коричневые горшки, это 18-й горшок, Эврика Пинк. То же самое, очень многие с завязями, кто-то в бутонах, ну вот, классно, то, что это 100% Эврика Пинк, говорит само за себя. Белая вригатность, розовые, розовые вот такие вот нотки на листьях и, соответственно, плоды с розовинкой. Вот то, что я вам говорила по поводу растений, которые облысели, по поводу оценки. У нас нет оценки и не будет никакой оценки. У нас есть акции и есть растения со скидкой, которые, опять же, мы можем предоставить, вот просто, вот вдруг мне захотелось, в голову мне встрельнуло, вот такая чумная, неадекватная, вот стрельнуло мне в голову, я могу выставить абсолютно хорошее растение просто по скидке. И это не значит, что это оценка, это значит, потому что у меня вот так вот мне захотелось, вот такая вот я неадекватная. Если хотите, если вам так удобно про меня думать, пожалуйста, я не против, думайте как хотите. Вот, пожалуйста, вам 18-й, 20-й горшок одинаковый по размеру. 20-й горшок по купону у нас стоит 5000 рублей, тоже есть в наличии. 20-й горшок это черные горшки. Дальше, лимоны карубара в 16-м горшке по 3000. Вот такие экземпляры. Зеленые, чудесные, прекрасные, классные. И вот они у нас представлены в 20-м горшке. Вот я вам сейчас покажу поближе. Наши замечательные, крутые лимоны кору-гара в 20-м горшке. Кто-то с плотами. Некоторые есть экземпляры с зажившей корневой шейкой. Вот, я вам показываю, она зажившая. Трогать ее не нужно. То есть, вот экземпляр, у которого была кора, треснула, отслоилась, все зарубцевалось, никаких выделений. Растение шикарное, с плодами, еще раз напоминаю, говорю, с цветами и с молодыми приростами. Еще раз говорю, ошибочное мнение о том, что вот это считается больным растением, нездоровым и так далее. Это абсолютно здоровое растение. оно имеет свои особенности. Можно сказать, что оно имеет некрасивый ствол. На рост и развитие растения это не влияет. Есть еще один номер вот такой же тоже. То есть, было отслоение коры из-за полива. Все зарубцевалось, все живое на растение, на рост и плодоношение не влияет никак. Да, нужно снимать верхний слой, чтобы не было, не замокало. нижняя часть ствола. Ничего не надо, никаких ковыряний, не нужно ничего защищать, не нужно ничего не трогать. В данном случае, если вы хотите себя обезопасить растение, нужно просто-напросто аккуратно взять, обработать медным купоросом, дать просохнуть. Можно обработать еще раз фитоспорином, дать просохнуть. И плюс ко всему замазать лак бальзамом. И больше не трогать, просто ничего не трогать. Ну, хотите, можете привить дополнительные корни, если хотите, если вы переживаете. Но с растением ничего не будет, если не будет намокающего эффекта в дальнейшем. Более того, еще раз говорю, что такие процессы могут происходить, если будет сильное преувлажнение, а потом и заморозки. Может произойти растрескивание коры. растрескивание коры может произойти по многим факторам. Более того, фитофтороз может произойти, если был неправильный полив у вас осуществлялся, и плюс был перекорм передозировка удобрениями. Это может быть абсолютно у любого растения, которое всю жизнь росло у вас из косточки. Просто нужно знать эти нюансы и их вовремя предотвращать. Вот такие экземпляры в 20-м горшке с завязями, с плодами. Это у нас коруберы. Еще в 16-м горшке желтенькие есть. И прекрасные экземпляры в 18-м горшке. Они тоже огромные, огромные, без каких-либо повреждений. Да, есть кривые стволы. Есть стволы, могут быть кривыми. Но это не значит, что это дефект. Может быть, это эстетически некрасиво, а кому-то это нравится. Опять же, это не причина называть растениям больным и нездоровым. Вот такие экземпляры. Тоже очень рекомендую. Еще раз напоминаю, что 18-й горшок, который вы наблюдаете, стоит по купону 4000. 20-й горшок по купону стоит 5000. И 16-й горшок стоит по купону 3000. И пройдем с вами дальше. Я вам покажу. Лимоны Мейера 20-й горшок. Красивый, классный. 18-й горшок, он даже выше и больше 20-го. И два экземпляра с плодами. Надеюсь, вам видно. С приростами, с плодами, с цветением. Это 18-й горшок лимон Мейера. Лимон Мейера считается тонкошкурым, сладким, с оранжевой кожурой и оранжевой яркой мякотью, не очень кислой. Но поскольку существует очень много сорта типов лимона Мейера, плюс есть еще приопыление и так далее, лимон Мейера может быть тонкошкурой, тоненькая-тоненькая шкура и может быть небольшого размера. Но также он может иметь и более толстую шкуру и более крупный размер. Такое тоже возможно. Один остался экземпляр у нас в 16-м горшке, поэтому кто хотел, пожалуйста. Вот еще 20-й горшке. Это лимон Мейера. И сейчас еще раз вам покажу Корубара. Это они с плодами, с завязями. можно выбрать все, что понравится. Специально хожу медленно, чтобы было видно и понятно. Лимон Росса. Лимон Росса у нас есть в 20-м горшке и в 18-м. Вот в черных горшках и красных горшках это 20-й размер. Лимон Росса это лимон, который очень похож на цитрон. У него бугристая кожура, он очень ароматный, красномясый, пигментированный при наличии перепада температур, очень-очень вкусный, ароматный, кислый, красивый, ремонтантный. Опять же, напоминаю, что все сорта лимонов, которые у нас представлены, ремонтантные. В черном горшке и рядом стоит лимон Росса в коричневом горшке. Опять же, показываю, говорю, что они одинакового размера, но цена у них отличается. 18-й размер, растения цветет с приростами, классные. И вот один экземплярчик в оранжевом горшке, сейчас покажу вам с другой стороны, остался в 16-м горшке. Это у нас лимон Росса. И тут же вам покажу сейчас лимон лунарио. Они в 20-м горшке. Посмотрите, какие у них толстые, невероятно огромные, толстые, просто толстенные штампы, стволы. То есть это по двойну 7-8 лет. То есть мощные, мощнецкие. С завязями. Видите, с завязями. Пловики у них небольшие. Небольшие, но тем не менее они с завязями. И экземпляры вам показываю в 16-м горшке. То есть можно выбрать и 16-й горшок. Это тоже у нас лимон лунарио в 16-м горшке. Так, Юзу вам отдельно покажу, чтобы не путать. Вот, замечательные экземпляры в 16-м горшке. Это лимон лунарио. И прекрасные экземпляры лимон лунарио. в 20-м горшке. Также у нас есть лимон лунарио в 16-м горшке. Видите, какая прелесть и красота. Тоже с завязями. По размеру видите, они одинаковые. Мне кажется, даже в 18-м горшке больше. По размеру больше, чем в 20-м. Это у нас лимон лунарио. Пока я здесь, я вам покажу. осталось 3 лимона лунарио в 16-м горшке. Обожаю я этот лимон. Он классный, крутой, реально прикольный, очень-очень вкусный, ароматный, парфюмированный. Есть у нас также экземпляры в 18-м горшке. Такие классненькие и в 20-м. Прекрасные, классные экземпляры. Лимоны Юзу. Дальше. Совсем чуть-чуть у нас осталось привитые на летящем драконе лаймкваты Юстис. Вот экземплярчики. Оставлять мы их больше не будем, потому что опять же мы очередной раз совершили ошибку, отложили на два дня и в результате человек пропал. Вот пожалуйста, все свободно продаже. При этом мы людям отказывали, говорили, что у нас их нет наличия. Поэтому, дорогие друзья, не обижайтесь. Пока растение не куплено, оно будет находиться в прессе. Поэтому извините, пока не оплачено, растение можно купить и бронировать мы не будем. Кашские лаймы Сиенцы по купону 980 рублей, лаймкваты по купону 1300. Цена сумасшедшая, низкая, вот, вот, ну, нигде такой нет, я вам точно могу сказать. Осталось две пурши по 1900, привиты на летящего дракона. Две пурши. Кстати, очень интересно, смотрите, проявление эврегатного листа. Дальше то же самое с кумкватами. Всем говорили, что продали, потому что человек поставил на бронь. В результате вот вам пожалуйста. Сильно извиняюсь, но больше такого мы делать не будем. Будем продавать. Если вы долго думали или по какой-то причине вы нам не написали, значит мы не ждем и продаем эти растения. Кумкват, вот, три штучки, привиты на летящего дракона 1300. Далее фингер лайм это микроцитрус, у которого салатовая кожура и салатовая мякоть. Мякоть, как икринки. 16 горшок и 18 горшок. Вот такие вот классные экземпляры. Экземпляры обалденные. И тут же микроцитрус роза. Плоды у него будут розово-розово-красные. Так, далее коломандины. Коломандины укорененные по 750 рублей по купону. Также у нас есть в наличии трифлята по 980 рублей по купону. Вот опять же мы показываем микроцитрус микроцитрус бианка и микроцитрус роза. 16 и 18 горшок. Лимоны роза. Смотрите какая прелесть. Цветет с завязями. Это у нас 18 горшок и вот 20 горшок. И один остался вот такой красавчик в 16 горшке. Очень рекомендуем. Лимоны лунарио я вам уже показывала. И хочу вам представить кафрский лайм в 20 горшке. Пышненький, классненький. Обожаю я этот лайм. У него очень ароматные листья. Он очень фактурный, очень интересный и очень полезный. Это у нас 20 горшок. 20 зеленый. Один остался с плодиком 18 и вот пожалуйста 16 горшки. Достаточно количество. 16 горшки. Это трифолиата двадцатого. Двадцатого. Два лайма таити. Великолепных персидских лайма. Цветущие из зази. Ароматнейшие, чудеснейшие. Осталось два экземпляра. Двадцатого горшок. Лайм верды. Это тоже персидский лайм. Они очень похожи стоите. Только у них чуть-чуть покрупнее плоды. Листики иногда крупнее. Вот опять же 18 горшок. Соизмерим со двадцатым. 16 горшки. Зеленые горшки это двадцатый горшок. И 18 такой вот красивый лайм. кафор кафор скин лайм. В двадцатом горшке еще раз вам показываю. И шестнадцатый горшок. Также вам показываю микроцитрусы. В черном горшке это двадцатый. Рядом с ним стоит восемнадцатый и шестнадцатый. Такая вот красота у нас есть наличие. А дальше я продолжу в следующем видео. оставайтесь с нами. уходите. Я вам покажу все что у нас есть. Здесь есть шестнадцатый.